Что будет с холестерином, если лечить мужской гипогонадизм кламифеном? В данном видео рассмотрим анализы трёх пациентов, которые принимали кламифен для лечения вторичного гипогонадизма. Пациент номер один. Тестостерон изначально 15 наномоль на литр, но его не хватает для поддержания нормального уровня эстрадиола, поэтому это можно считать за гипогонадизм. Изначально его общий холестерин 5,18 ммоль на литр, ну более-менее. Плохой холестерин ЛПНП 4,26 ммоль на литр. Это высоковато для его возраста. Он пропил кластилбегид 50 мг, одну таблетку в сутки, один месяц. Через месяц видим такие анализы. Понятное дело, что поднялся общий тестостерон, свободный тестостерон, эстрадиол и ГСПГ. Но главное, холестерин снизился с 5,18 ммоль на литр до 4,4 ммоль на литр. Обалденное снижение. Кломифен прямо-таки конкурент с татином. Плохой холестерин ЛПНП снизился с 4,26 ммоль на литр до 2,93 ммоль на литр. Идём дальше. Второй пациент. Тут у него не было гипогонадизма изначально. Пациент просто хотел повысить свой уровень тестостерона, чтобы было больше сил. Также пациент принимал ранее анаболические стероиды. Поэтому простимулировать дугу ему было не лишним. Холестерин изначально 6,19 ммоль на литр. ЛПНП, плохой холестерин, 3,95 ммоль на литр. Три глицериды, это ещё один плохой холестерин, 1,25 ммоль на литр. Пациент принимал кластилбегид 50 мг, одну таблетку в сутки, плюс анастрозол 1 мг, пол таблетки в понедельник, пол таблетки в четверг. Через месяц приёма он пересдал анализы. Общий холестерин снизился с 6,19 ммоль на литр до 5,73 ммоль на литр. ЛПНП снизился с 3,95 ммоль на литр до 3,65 ммоль на литр. Три глицериды снизились с 1,25 ммоль на литр до 0,87 ммоль на литр. Это, конечно, очень существенное снижение. Кластилбегид прямо-таки конкурент фибратам. Идём дальше. Пациент номер 3. У него вторичный гипогонодизм. Анализы до приёма кластилбегида. Общий холестерин 7,68 ммоль на литр. ЛПНП 5,74 ммоль на литр. Пациент принимал кластилбегид 50 мг, одну таблетку в сутки. Через 3 недели у него стали такие показатели. Общий холестерин снизился с 7,68 ммоль на литр до 4,78 ммоль на литр. ЛПНП снизился с 5,74 ммоль на литр до 3,49 ммоль на литр. Порой розовый статин так хорошо не снижает, как кластилбегид в данном случае. Более низкие уровни общего холестерина, плохого холестерина, ассоциированные с низким сердечно-сосудистым риском. Я считаю, что будущая терапия вторичного мужского гипогонодизма за кламифеном. Такая терапия повышает и общий тестостерон, и свободный тестостерон, да ещё и снижает холестерин, в отличие от экзогенного тестостерона и от анаболических стероидов. Но такая терапия не подходит для женщин, поскольку приём кламифена может, наоборот, вызвать гиперстимуляцию яичников у женщин, и это, наоборот, повысит и холестерин, повысит ферменты печени, и вообще это жизнеугрожающая ситуация. То есть ролик был только про мужской организм сейчас. А теперь сообщение лично для Иванова Ивана Ивановича. Напоминаю вам, что консультирую онлайн в Телеграм. Если вам нужно снизить сахар крови, интерпретировать анализы, нормализовать гормоны, то обращайтесь. Цены очень доступные, а повторная консультация бесплатная. Ссылка на Телеграм в закреплённом комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok